В эфире программа День города в студии Алена Куколева. Здравствуйте! Вот некоторые темы этого выпуска. Очередной провал асфальта произошел на улице Горького. В правительстве наградили рязанцев за вклад в развитие региона. Руководители косметологической клиники подозревают в хищении 2 миллионов рублей. И у дорог в рязанских дворах появилась надежда. Стартовала программа формирования современной городской среды. Награды почетной грамоты вчера получили лучшие работники промышленности – аграрии, медики и педагоги. Они внесли свой вклад в развитие той или иной сферы жизни и всего региона в целом. Для того, чтобы Рязанская область знала своих героев, знала, кого им надо чествовать, знала, что у нас огромный потенциал, знала, что у нас в Рязанской области огромное количество возможностей для того, чтобы развиваться дальше. За личный вклад, большие достижения в области науки, культуры и спорта продолжать список заслуг можно долго. Всего отметили более 20 лучших сотрудников рязанских предприятий. Вручили одну из самых высоких региональных наград – звание «Почетный гражданин города Рязани». Им стал герой социалистического труда Борис Гусев. Действительно, вот это высшая награда Рязанской области. У меня много наград. И, наверное, каждый как-то дорога. Где-то 7 лет тому назад мы получили премию правительства в области науки по строительству. При этом мне пришлось объединить наших рязанских коллег. И мы получили за гибкий железобетон в строительстве. Это необычная штука. Железобетон не очень гибкий, но может быть гибкий, который мы создали, который сейчас где-то успешно, где-то менее успешно притворяется в жизнь. Клиенты Рязанского медицинского центра заявляют, что стали жертвами психологического воздействия. Двое руководителей косметологической клиники подозреваются в хищении денежных средств. История всех этих женщин написана буквально под копирку. Им позвонили из одного и того же медицинского центра и пригласили на бесплатную процедуру. Многие из них уверяют, что лишь дома обнаружили подписанные документы на кредит от 50 до 100 тысяч рублей. Бывшие пациентки медицинского центра уверены, что их ввели в заблуждение и вынудили подписать оформить процедуру в кредит. Я ничего не знала, поэтому я не могла даже прочитать. Я в таком состоянии была. И в итоге получается ли наличным денежным средствам? Нет, кредит. Кредит на три года. А сколько сумок? Где-то 89, ну в общем 90. Да я вообще даже никогда в жизни под старсть лев такую в капкан попала. Ну как это так? Вот доверяли, девочки, мы доверяем вам, как своим детям. Ну так же нельзя. В полицию обратились около 30 рязанцев. Суммарный материальный ущерб составляет более 2 миллионов рублей. В отношении руководителя медицинского центра, жительниц Москвы, возбудили уголовное дело. Асфальт на улице Горького провалился в четверг из-за подмыва грунта, песка и щебня. Об этом сообщил сайт администрации. Напомним, на Кремлевском валу в Рязани образовался уже четвертый по счету провал в асфальте. В понедельник на улице Соборной провалился тротуар, а во вторник он провалился возле цирка. Очередной провал в центре Рязани. На улице Горького образовалась яма, которую просто прикрыли пакетом представители аварийной службы, выезжавшие на место происшествия. Незадолго до того, как наша съемочная группа оказалась возле провала, отсюда уехал автомобиль аварийной службы. В течение некоторого времени яму осматривали и, видимо, решение с пакетом оказалось самым конструктивным – в четверг вечером. Бесконечные провалы асфальта, которые начались еще весной, уже стали привычными для горожан. Однако такие ситуации говорят о серьезных проблемах в городе. Не единичный случай провала вызывает самые разные мысли у горожан. В интернете появляется схема предполагаемого метро, в результате строительства которого проваливается асфальт. Другие люди говорят о сдвигах литосферных плит. Третьи негодуют на работу Рязанского водоканала и высказывают в сети мнение о том, что грунт под асфальтом вымывается в результате протечки труб. Как бы то ни было, мы будем следить за развитием событий, а автомобилистам остается быть аккуратнее на дорогах Рязани. В яме во дворе Дашковой песочни продолжают застревать автомобили. На этот раз не смог выехать микроавтобус. Одним колесом машина угодила в этот провал и встала. Помочь выбраться не получилось даже у водителя внедорожника. Напомним, яма во дворе дома на Касимовском шоссе стала уже бедой всего района. Эта дорога пролегает сразу через несколько дворов и соединяет улицу Большую с Новоселов. После сезона дождей у Хабину размыло и здесь ежедневно застревают автомобили. С подобной проблемой столкнулись и жители Прёкского. В то время как центральные улицы города покрываются ровным асфальтом, дороги дворов остаются словно после бомбежки. Одну из таких сегодня увидела Ангалина Ершова. Не пройти, не проехать. Жители дома номер один, корпус два на улице Бирюзова уже привыкли к тому, что вместо дороги у них болото. В течение 36 лет здесь ни разу не меняли асфальт. Лужи во дворе не просыхают даже жарким летом. А во время дождя вода не просто доходит до подъездов, а заливает подвал. Жители боятся, что скоро от фундамента ничего не останется. Ведь дом стоит не на сваях, а на обычной бетонной подушке. Обращались во всей станции. И к прокуратуру, и к Ковалеву. Даже никаких вниманий не было. Писали на Путина, на сайт. Ответа тоже нам не было. Отремонтировать дорогу обещают каждый год. Однако денег на нее не хватает. В прошлом году ситуация, казалось бы, сдвинулась с мертвой точки. Новый асфальт положили справа, слева и за домом. Однако небольшой участок, длиной не больше 100 метров, так и остался изуродованным. Более того, теперь дом оказался ниже уровня соседних дорог. И во время дождя вода с них стекает прямо во двор. Вот вчера одна женщина здесь упала. Скользко. Она упала, в общем-то, она и в таком состоянии, больной человек, на группе. И упала, ее поднимали, можно сказать, пять человек. Врачи не могут выйти, потому что кругом одна вода. Они говорят, что в ваш дом хоть и не должны принимать вызовы. Невозможно пройти не в туфлях, нужно в резинок, только в сапогах. Из-за отсутствия нормальной дороги людям приходится ходить под окнами и балконами. Весной делать это опасно для жизни. Ведь на крышах образуются сосульки. Страдают от плохого асфальта и жители соседних домов. У нас остановка вот здесь, общественная. Здесь жильцы нашего дома. Жильцы с этой стороны много. Учащихся электронной колледжа ходят сюда на остановку. И они прыгают, как козлики, и очищают свою подошву ног на скамейке, где остановки. Позвонили в ЖКО, чтобы откачали воду или хоть трактором загнали. Они нам сказали, принесите доски с помойки, настелите их и ходите. Несмотря на то, что отвечает за этот участок дороги дирекция по благоустройству города, решить проблему не удается уже несколько лет. Телекомпания «Город» направила им официальный запрос с просьбой прокомментировать ситуацию и назвать точные сроки ремонта дороги. Возможно, эти проблемы решатся благодаря программе формирования современной городской среды. Около 200 дворовых территорий будут отремонтированы в течение строительного сезона. Первые бригады подрядчиков уже приступили к работам в нескольких дворах железнодорожного округа. В большинстве дворовых территорий ремонт предусматривает замену асфальтом, подъездных дорог и бордюрного камня. Рязанцев призывают горожан обеспечить общественный контроль за ходом выполнения работ. С жалобами, претензиями и замечаниями горожане могут обращаться в префектуры своих округов и в управление энергетики и ЖКХ. Одна из городских проблем – мало зеленых зон. По нормативам на одного жителя должно приходиться 16 квадратных метров зелени, а на практике выходит всего 10. С такой ситуацией городские власти борются, иногда вместе с инициативными гражданами. Пример – улица Островского. Здесь к концу лета появится новый сквер. Зеленые зоны здесь существуют уже давно, но только номинально. Однако вот уже месяц во дворе новостройки кипит работа. Вскоре эта придомовая территория преобразится. Группа компании «Капитал» разработала проектную документацию в том числе и выполняет все работы за счет собственных средств. А если рассказать о парке поподробнее, о сквере, точнее быть, если быть точным, здесь предусмотрено где-то 4 раздельных зоны. То есть это зона с универсальной спортивной площадкой для занятий волейболом, баскетболом, футболом. Будет с безопасным травмобезопасным резиновым покрытием. Все площадки будут оборудованы данным покрытием. Следующая площадка представляет собой зону воркаут. Это для занятий спортом на свежем воздухе. Это уличные тренажеры. Каждая площадка представляет собой обособленное пространство для детей и людей различных возрастов. Подобное место для отдыха станет единственным в районе. Занятие по душе здесь сможет найти каждый. Администрация города Рязани заключила соглашение о сотрудничестве со строительной компанией по благоустройству сквера. Был разработан проект, проект озеленения и проект благоустройства. Здесь будут размещены две детские игровые площадки. Одна спортивная площадка в стиле воркаут с тренажерами и многофункциональная спортивная площадка. Также будут проведены большие работы по озеленению. Разработан также посадочный модуль муниципального МБУ дирекции благоустройства города. Когда группа компаний «Капитал» совместно с дирекцией благоустройства города приняли решение обновить сквер на Островского, работу начали сразу. Уже практически завершены работы по зонированию территории. Сейчас мастят дорожки и устанавливают спортинвентарь. Работы в сквере идут полным ходом. Каждый день появляется что-то новое. Буквально перед нашим приездом сюда на площадку привезли оборудование для тех, кто любит заниматься воркаутом. Его даже еще не успели распаковать. Следующим этапом станет озеленение территории. Сквер по задумке будет окружен кулисами из деревьев и кустарников. В центре появится цветник, выполненный в интересном решении в виде шахматной доски. Газон будет чередоваться с обсыпкой из мраморной крошки и моноцветниками. Обрамлять участок будут миксбордеры из лиственного и хвойного кустарника. В самом тихом уголке сквера будет разбита большая цветочная клумба и установят скамейки. Здесь в тени плакучей ивы можно будет посидеть, отдохнуть и почитать любимую книгу. Уже произрастающие здесь деревья сохранят. К ним добавят новые, чтобы сделать посадку более упорядоченной. Между деревьями пропустят ленты из декоративного кустарника. Низкорослым кустарником обнесут и детские площадки. Есть зоны для детей совсем маленького возраста, оборудованные тоже песочницами, качелями, имеющие такое же покрытие. И здесь будут еще интересные малые формы, такие в виде божьих коровок, которые, я думаю, заинтересуют и детей, и взрослых. Это будет очень интересно и красиво. Работы планируют завершить уже к началу осени. Преображенный сквер наверняка станет центром притяжения не только для близлежащих домов, но и для всего района. В преддверии выборов губернатора Рязанской области, который состоится 10 сентября 2017 года, избирательная комиссия региона провела масштабное заседание, на котором собрались представители всех участковых комиссий из районов области. Подробности далее. Собравшиеся в Рязанском дворце молодежи представители участковых комиссий ознакомились с изменениями в избирательном законодательстве. Прошло обучение сотрудников, в ходе которого между собравшимися и выступавшими происходил диалог. Для того, чтобы учесть все пожелания представителей участковых комиссий и обеспечить максимально слаженную работу на выборах. Сейчас идет серьезная подготовка к голосованию. На заседании обсуждались новшества в документообороте, оборудовании и прочие рабочие вопросы. Потом в августе мы еще раз, еще одну волну обучения организуем. Не знаю, будем ли вас собирать, не будем. Потом мы сориентируемся. Ну и, конечно, в течение этого времени будем доводить до вас с помощью электронной почты, другими буднями всю ту обучающую информацию, которую вам надо знать. Мы хотим, чтобы в конечном итоге вы у себя, как бы для себя понимали, как эта процедура функционирует и что мы должны сделать для того, чтобы не ошибиться. Почему мы такое внимание уделяем этому сейчас? Владимир Михайлович сказал, что мы попали в 20 регионов, где вот субъектовые выборы, где вот эти новации реализуются. Мы с вами понимаем, да, что эти новации, они президентским выбором в том числе отрабатываются. И в марте следующего года все уже регионы с этими процедурами столкнутся. Но нам, наверное, будет немножко проще, потому что мы уже будем понимать, что это такое, с чем это едят. Так что развитие и в этом направлении не стоит на месте. И в этот раз выборы все-таки будут отличаться от всех предыдущих. Для того, чтобы они прошли максимально открыто, организованно и комфортно для граждан. Даже для тех, которые не смогут в день голосования находиться по месту пребывания своей участковой комиссии. К сожалению, сегодня жители Рязани не знают имен тех, благодаря кому в недалеком прошлом в нашем городе появлялись знаковые архитектурные сооружения. Фонд творческое достояние решил заполнить этот пробел. Подробнее Ирина Ковалева. В небольшом выставочном зале при внешторбанке открылась уникальная выставка памяти Игоря Сенченко. Сегодня это имя, пожалуй, известно лишь в узких кругах. И мало кто знает, что он оставил огромное наследие и внес весомый вклад в создание архитектурного облика нашего города. Все знают дом книги на Московском, все знают дом печати, все знают театр кукол, все знают дворец бракосочетания, интерьеры которого он разрабатывал. И жилые комплексы, их в принципе можно не перечесть. Часовня, которая сейчас посвящена 900-летию Рязани, которая стоит в Кремле. Вот это знаковые, которые в принципе, может быть, наверное, громко сказать, города образующие. Но это такие жемчужины, такие объемы, которые уже собирают вокруг себя пространство. Еще меньше Игоря Сенченко знали как талантливого акварелиста и графика, которым он, несомненно, являлся. И на сегодняшней выставке представлено лишь несколько его архитектурных проектов. Остальное же – это акварели и графические работы, невероятно четкие, живые, во всей красе раскрывающие его талант. Зачастую графику Игоря Сенченко называют авангардно-философско-загадочной. Действительно, эти работы заставляют остановиться, рассмотреть их и задуматься. Ну, это уникально. Вы сами вглядитесь в каждую работу. Во-первых, сюжет, о котором можно подумать. Это всегда работы, около которых хочется поразмышлять. Это говорит о творческой личности, о достаточно сильной. А к этому еще нужно добавить очень скрупулезную графическую и творческую составляющую. То есть мастерство изобразительного искусства и творческое содержание. Это всегда интересно. На открытии выставки собрались те, кто лично знал Игоря Сенченко и кому довелось с ним работать. Сегодня все они вспоминают выдающегося, талантливого архитектора только добрыми словами. Это необычайно талантливый человек. Это просто весь наполненный творческим процессом. Потому что, начиная от любой темы, которой необходимо было работать, он моментально находил образное решение. Причем очень развернутое. Приятно общаться, потому что он настолько неконфликтный, он настолько спокойный. Если что-то не так, он мог так хорошо подать, направить. Читал стихи. Он вообще был такой очаровательный человек. Кроме того, что он был просто великолепный талант. В этом году Игорю Сенченко исполнилось бы 85 лет. К юбилею рязанского архитектора приурочена не только эта выставка, но и недавно изданная книга о его жизни и творчестве. Также это издание включило в себя и стихи Игоря Сенченко, который был талантлив во многих областях. Сегодня фондом «Творческое достояние» планируется провести ряд выставок, рассказывающих об архитекторах Рязани. Рязанская молодежь все чаще интересуется инженерно-техническими специальностями. Об этом свидетельствует и статистика. Количество старшеклассников, которые выбрали физику на ЕГЭ, в этом году увеличилось. Еще один способ решить кадровую проблему – это сотрудничество предприятий с вузами. Во всех российских институтах и университетах сейчас проходит производственная практика. Для студентов политехнического института производственная практика проходит иначе, чем в других вузах. Молодых ребят отправляют в те предприятия, которые непосредственно связаны с их будущим местом работы. В этом году они проходят практику на 28 производственных площадках. И самое интересное, что располагаются они не только в самой Рязани. Нам немало важно, чтобы наши ребята проходили практику не только в Рязанской области, но мы сегодня осваиваем и в Тюмени ребята-строители, технологии машиностроения на набережных щелнах на заводе «КамАЗ». В автосалоне «Форд» с 1 сентября 2016 года открылась кафедра автомобилей и транспортно-технологических средств. В прошлом году у студентов там проходила учебная практика. Теперь же студенты сами пробуют свои силы в этом нелегком деле. Наша задача обучить всему тому, что знаем, передать опыт. Получается вроде достаточно неплохо. Пока что ребята на практике только первый день. И движения у них немного скованные. Но стоит им освоиться, как работа потечет в правильном русле. Чего не сказать о студентах, которые помогают возводить храм в честь святителя Василия Рязанского. Его строят по подобию Спасского собора. Стоит отметить, что именно студенты Политехнического института создали макет. А ребята с кафедры промышленного гражданского строительства сейчас вяжут арматуру. В этом им помогают старшие товарищи, которые передают свой опыт. Авсеп Бадалян рассказал, каково это – проходить практику в этом необычном месте. Когда ты строишь храм, ты строишь храм внутри себя. Не только, как здесь вот. И это помогает на самом деле. И я думаю, что позже, когда строительство закончится и храм будет уже работать, то когда мы будем сюда приходить молиться, то это уже будет для нас больше. Политехническим институтом отца Александра связывает старая дружба. Они вместе строили часовню в честь Николая Угодника при ВУЗе. Сегодня студенты уже помогают в строительстве огромного храма. Здесь они приобретают не только духовное спокойствие, но и получают много полезных навыков. Хотел поблагодарить Игоря Александровича, политехнический институт. Приходит, помогает во славу Божию. Он приобретает свои определенные навыки. Навыков очень здесь много. Здесь от собратья лесов и до вязки арматуры. С сентября 2017 года производственная практика в политехническом институте будет идти весь год. Поэтому студенты будут постигать азы профессии практически без отрыва от производства. В детском центре творчества девушки и молодые люди своими руками делают игровую и хоровую комнату. Штукатурные и отделочные работы кипят здесь уже вторую неделю. Как призналась координатор детского центра, студенты выполняют свою работу на отлично. Мы очень рады сотрудничать с институтом политех. Мы ждем студентов на практику и в течение всего их учебного года, как у них там по распорядку по внутреннему университету. И я думаю, что такой тандем у нас будет на многие времена. А работу мы для студентов найдем всегда. Игорь Мурок, директор политехнического института, рассказал, что получает от всех работодателей только положительные отзывы. И это только начало. У нас хороший контакт с работодателями. У нас уже сегодня заключено больше 250 договоров о сотрудничестве. И поэтому мы понимаем, какие площадки будут новые открываться, там и будут наши студенты находиться. Конечно, количество площадок у нас с каждым годом увеличивается. И я надеюсь, что в следующем году их будет просто на порядок больше. И на этом у меня все. Все новости вы также можете увидеть на нашем сайте город62.тв. Завтра подведем итоги этой недели. А пока хорошего продолжения дня. Это случилось! Обвал ипотечных ставок. Квартиры за 5,6% годовых. Только в компании «Зеленый сад». Совместно со Сбербанком России и Рязанским ипотечным фондом. Всегда хотел свой дом. Так, чтобы недалеко от города, в красивом месте, с живой природой и чистым воздухом. Я нашел его. Построил дом. Удобный, просторный. Рядом охота, рыбалка, грибы. Друзья ко мне часто приезжают. Есть чем заняться. Говорят, хорошо тут у тебя. А я и сам знаю. Все, что нужно мне и моей семье, все здесь, все рядом. В коттеджном поселке Караси. А где живешь ты? Субтитры сделал DimaTorzok